Я, значит, в интернете выложил статью полностью, но думаю, что она очень большая, и поэтому, значит, я ее разделил на части. Поэтому, значит, вот сегодня, да, я хочу посвятить твой доклад только в первой части изъяснений, но там, собственно, у меня все пока не было, я хочу, чтобы прочитать его так, как я хотел его, чтобы его услышал. Значит, ну вот так. Компактационная модель. Предисловие. В начале прошлого века Альберт Эйнштейн создал теорию относительности. С тех пор в формировании нашего мировоззрения существуют понятия кривизна пространства, неравномерность течения времени и их взаимосвязь. Эти новые представления о мире являются такими же основополагающими вехами, как представление о шарообразности Земли или осознание того, что Солнце, а не Земля, является центром нашей системы. Со времен создания теории относительности существует понятие кривизны пространства, которое связано с пониманием взаимодействия массы. Принято, что гравитационное взаимодействие происходит путем изменения геометрии пространства. Сама же геометрия кривизны пространства описывается просто как отличной от евклидовой геометрии. Моделью, поясняющей этот процесс, является искривленная плоскость, переход от евклидовой геометрии к геометрии Риммана. Наглядно демонстрируется это с помощью натянутой резиновой пленки, которую прогибает тяжелый шар. Несмотря на наглядность, данная модель мало чем проясняет сущность гравитационного процесса, как искривление пространства. А для объяснения процесса разбегания галактик и видимого расширения Вселенной непригодна вообще. Требуется привлечение темных материй и энергии. Практическое применение инновационного понятия «гравитация» – это изменение геометрии пространства, ограничено отсутствием подходящей геометрии. Плоскость можно искривить трехмерности, но искривить саму трехмерность невозможно, нет больше измерений. Как Евклидова геометрия, так и геометрия Риммана – это геометрии трехмерного пространства. Они не подходят для описания Эйнштейновских понятий гравитации. Чтобы иметь возможность использовать понятие Эйнштейна о гравитационном взаимодействии, как о геометрическом изменении пространства, необходимо модифицировать само понимание пространства. Пространство как трехмерности. Насущно пространство более высокого ранга. Или, попросту говоря, пространство с большим количеством измерений. Предлагается компактационная модель космоса. Одним из основных понятий компактационной модели является шестимерное пространство, представляющее собой новую категорию – пространство материи. Образовано оно от слияния категорий материя и пространства, и в значительной мере идентично понятию поля гравитации. Для краткости и выделения из всех иных понятий – пространство. Также давно дано представление о геометрии, соответствующей этой категории. Эта геометрия позволяет в полной мере использовать понятие «гравитация» как изменение геометрии пространства. То есть позволяет понимать закон всемирного притяжения как изменение геометрии теперь уже м-пространства. Эта геометрия позволяет рассмотреть гравитацию и явление разбегания галактик, которое можно назвать антигравитацией, как наблюдаемые проявления универсального процесса – компактации. Или точнее, темпоральной компактации. То есть на относительно малых расстояниях темпокомпактация наблюдается нами как гравитация, а на больших – как антигравитация. Сущность всех новых терминов проясняется в процессе изложения. Наблюдаемое нами изменение скорости пионеров – это проявление темпоральной компактации. Создано понятие об универсальном процессе, который назван компактацией. Это всеобщее увеличение плотности материи. Создано понятие темпоральности. Темпоральность – это понятие, имеющее в своей основе смысл времени, но более емкое. Темпоральность синхронизирует различную скорость течения времени и в различных направлениях. Совокупность этих понятий – темпокомпактация – это процесс, который позволяет связать единое целое все наблюдаемые нами явления от образования элементарных частиц до появления человека, а также представляет единую направленность в эволюции космоса. Темпокомпактация – это процесс, который позволяет понять неизбежность возникновения жизни. Темпокомпактация – это дальнейшая эволюция понятия пространства-время. В сущности своей компактационная модель изначально является логическим продолжением теории относительности, а в дальнейшем включает их в себя. Важнейшим выводом компактационной модели является то, что космос в каждом отдельно взятом объеме путем увеличения своей плотности стремится к превращению материи в некие мыслящие организмы. То есть эволюция человека не есть маловероятный и случайный процесс, но является частью естественного эволюционного процесса для всего космоса. Что космос сам является некой эволюционирующей системой. Этот эволюционирующий процесс вариативен во времени и неравномерен в различных фрагментах фрактала, коим сам космос и является. Это позволяет понять, что человек вовсе не венец творения, не конечный продукт космоса. Человек – это лишь определенная ступень развития материи космоса, но которая уже способна осознать эту эволюцию. И более того, способен наконец-то поставить перед собой цели осознанного эволюционирования в неразрывной связи со всей эволюционной системой самого космоса. И главное, космос – это не безвольная косная материя. В комплектационной модели космос – это саморазвивающаяся, эволюционирующая система, которая и осуществляет, скажем так, главную, главную волевую деятельность. Позиция Прежде всего, я должен сделать заявление, что предлагаемая модель – не альтернатива стандартной физической модели, а ее дальнейшей эволюции. В ней нет поиска каких-либо противоречий современного научного мировоззрения. Дело в том, что используемая современная наука философская идеология, созданная еще в античной Греции, в значительной мере исчерпала себя. Предлагаемая модель во многом являет философские идеи, способные сформировать новую идеологию, которая дает более широкий мировоззренческий простор всей науки, и в частности, как это показано в изложенном материале, физике. Таким образом, предложенные в модели идеи поспособствуют новому эволюционному шагу всей науки. Введение В связи с тем, что компактационная модель предлагает довольно-таки инновационные идеи, считаю необходимо начать ее представление ниже следующим введением, которое предлагает в какой-то мере оригинальное мировоззрение. Это мировоззрение использует понятие, в общем-то довольно известное, хотя по какой-то причине до сих пор никак не идейно, не понятийно, не сформировано ни в науке, ни в философии. Для человека с древних времен существует внешний и его внутренний мир. Философия обозначила эти миры как реальность, реальность объективную и реальность субъективную. Существуют различные философии. Философии материалистические и философии идеализма. Мы все-таки как ни крути материалисты, поэтому я и буду говорить о философии материалистической. Тем более, что представляемая компактационная модель зиждется на материалистических представлениях. Так что смысл имеет говорить о материалистической философии. Так вот, философия понимает, что объективная реальность это то, что нас окружает. Это тот мир, который существует сам по себе, независимо от нас. Попросту тот мир, на который мы смотрим. А субъективная реальность это тот мир, который мы видим. Более того, это то, как мы понимаем внешний мир, который мы ощущаем всеми нашими органами чувств. Как мы его интерпретируем? Прилагая к нашим ощущениям показания приборов, изобретенных нами и которые мы можем назвать нашими искусственными органами. То есть, как этот внешний мир интерпретируется в нашем мозге. В современной философии эти реальности названы материя и идеальны. Сейчас мы не будем вдаваться в эти философские тонкости, просто поговорим о том, как эти реальности соотносятся. Со времен античности и по сию пору считалось, что субъективная реальность является отражением объективной реальности. Так это трактует, по крайней мере, диалектический материализм. Считается, что мы познаем окружающую реальность. Вернее, надо говорить так. Есть различные мнения насчет познаваемости мира. Мнения, надо сказать, совершенно полярные. То есть, или не познаваем, как трактуют Кант или Юн, или просто еще не все познали, как говорит дедушка Леонид. Вот на эти темы сейчас и поговорим. То есть, насколько реально то, что мы видим и познаваем ли мир. Если познаваем, то далеко ли до истины. А если не познаваем, то что мы вообще делаем. Что формулу-то пишем. Вот сейчас кто-то скажет. Ну, вот философскую антимонию развел. Этот вопрос действительно философский. Однако, он очень важен. Важен он для науки. И более того, он важен для самой философии. Вообще, это краеугольный камень понимания мира. По ходу вхождения в тему это станет очевидным. Итак, начнем с самого простого. Практически с очевидного. В общем-то, об этом и так, скорее всего, все знают. Но все же, это, можно сказать, базовые, начальные представления. Так давайте с них и начнем. Начнем с того, что мы видим. Представим себе такую простенькую картиночку. Росшая с зеленой травой лужайка. На ней дом красного кирпича. Ну и пусть будет маленький прудик такой. Все маленькие, просто чтобы вода была. А теперь спросим себя, почему все цветное, почему трава зеленая. Все знают. Но еще раз, все полностью. Простенько так. Без особой разборки механизмов всего этого дела. Светит солнце. И спускает электромагнитные волны. Целый спектр. Мы говорим, естественно, о видимой части спектра. О цветовых волнах. От красного до фиолетового. Итак, упрощенно. Каков механизм? Вот пример у травы. Черно-зеленая. Это потому, что трава поглощает волны всего видимого спектра, кроме зеленой. Зеленые волны отражают, и мы их видим. Ага. Вот оно. Первое. Значит, если трава зеленая, за счет отражения зеленых волн, то значит, она сама-то не зеленая. А какая? Вот первое понимание. Никакая. У нее нет цвета. Вообще нет цвета. Нам довольно затруднительно представить отсутствие цвета. Сделаем так. Сначала уберем цветность, дочерно-белую. Ну, как телевизор такой-то, такой-то, без цветов, оттенки серого. А затем берем яркость, контрастность. Экран стал черным. Вот так выглядит, скажем так, вот в кубочках возьмем, на самом деле. Наш пейзаж. Нет ни зеленой лужайки, ни красного домика, ни прудика с голубой водичкой. Хотя, почему нет? Они есть. Ведь мы можем стоять на этой лужайке, да, мы ничего не видим. Все черное. Существовавших и на данный момент существующих моделей предназначено для решения насущных, назревших проблем. Не надо стыдиться того, что по какой-то мере было защищено множество диссертаций, получено каких-то научных званий. А на данный момент появились новые представления, которые делают эти работы уже как бы неправомочными. Надо посмотреть на это так. В свое время крестьяне пахали на лошадях. Считается, работают комбайны. Но если бы не пахали в свое время на лошадях, то будущие комбайнеры вообще не появились бы. Их производители умерли бы с головы. Так что не надо говорить, что какие-то модели неправильные. Давайте их опровергать. Нет, тут надо взять нужные для следующей модели идеи. И опереться на них. Можно даже интерпретировать по-своему. Но опровергать это как-то нелогично, что ли. В общем, это не то занятие, которому надо себе посвящать. И вот еще. Немного о восприятии новых идей, моделей. Зачастую, слушая чьи-либо объяснения, многие оппоненты стараются не столько понять, сколько подогнать излагаемые под свои стереотипные представления. Поставить ярлыки и таким образом создают свою собственную модель. По мотивам услышанного. Причем строят ее так, чтобы можно было критиковать заранее уже существующих собственных представлений. В общем, получается так, что критикуют вовсе не предлагаемую модель, а собственную. Которая по большей части не имеет ничего общего с предложенными. На этом я закончу. Значит, первое, что я хотел сказать. Мы не воспринимаем мир таким, какой он есть. Второе. Мы не знаем, какое оно то, что мы думаем, что мы воспринимаем. Значит, образ – это не только отражение внешнего объекта, даже не полное его представление, и даже не полное. Оно вообще относительно объекта условное, создано из интерпретации мозга. Значит, и вот еще что, третье. Мы знаем, что мы только частично интерпретируем окружающий мир посредством своих естественных искусственных, ну, называемых так, искусственных органов чувств. Или восприятия. Мы понимаем, что возможностей ориентационных интерпретаций окружающего мира бесконечное множество. И теперь уже как следствие. Мы не можем напрямую изучать окружающий мир. Мы пытаемся вмешаться, да, свое благо, во взаимодействие окружающего мира путем его моделирования. Причем моделирование в пределах собственного воображения. То есть мы заранее знаем, что наша модель у нас неистинна. Это видно из исторического анализа эволюции наших субъективных реальностей. Так, и вот, ну, вроде бы так, по... Ну, пока вот, вроде всего, если какие вопросы есть. Так, а что касается... Вы хотели, говорили, что в следующий раз или в другой раз какой-нибудь хотите рассказать просто сама компактационная модель? Дело в том, что вот компактационная модель, я что хотел сказать? Тут явила основу, да, положено, собственно говоря, достаточно новая философия, так сказать. И если... Не то чтобы новая, то есть я же не инопланетянин, который мог бы выбрать новую философию. Собственно, все базируется на прежних представлениях, но многие, как сказать, категории, понятия там немножко изменены по-другому, по-скольски. Вот. Поэтому для того, чтобы ее вообще воспринимать, да, желательно, наверное, вот начать именно с этого, что интерпретации большое множество и так далее. вот именно вот эту тему. Как пример, да, я, допустим, могу привести такой. Скажем, вот, допустим, существует такая струнная теория струн, супер струн. Вроде бы теория тупер струн, да, она очень хорошая, там, значит, помогает нам, вернее, она изменяет ТО, теория относительности, значит, с этой... Вы подскажите, я повторю. Я бы подсказал, если бы считал мысли, что вы хотите. С этой, с механикой. Квантовой? Квантовой механикой, да. Так, в общем, конечно, значит, вот она как бы... Наверное, квантовая электродинамика. Нет, квантовая... Ну, в общем, суть такая. Вот, в общем, конечно, там можно спросить, как, что такое будет, вот, допустим, они... Там есть разговор о том, что существуют вот эти струны, да, если они, конечно, так называемый последний камень, да, то, собственно, тут надо задать вопрос, из чего это состоит. Ну, это все, в принципе, решаемый такой вопрос, да. А вот самое начало этой струнной теории, да, значит, она на множестве измерений строится. Вот, то есть, сначала было 11 измерений, теперь 21 измерения. И вот, собственно говоря, тут такой вопрос, значит, встает. А может ли это быть? Вообще, конечно, оно может быть, но тут вот такое противоречие получается. Значит, если мы начнем свертывать измерения, вот, допустим, у нас есть измерение площадь, да, вот один метр на метр, так вот, мы будем его сворачивать в линию. Значит, что у нас получается? Вот мы, как бы, сворачиваем эту... И получаем, допустим, трубочку такую, которая будет в диаметре сантиметра. Мы ее скручиваем, 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 еще доходим за планковский величин. Вот одна у нас получилась, значит, линия. Так в результате у нас все равно получается не линия, а некоторая трубочка. То есть, по определению, да, линия эта имеет только одно измерение, только длину. Других измерений нет. То есть, вытащить измерение из того, чего нет, невозможно, потому что, ну как, его нет ни спереди, ни сзади, вообще не существует. То есть, измерение вытащить оттуда никак нельзя. А если мы его скрутили, и вот оно у нас там, пусть предельно малое, да, но оно все равно существует, то, в принципе, да, это уже вот, ну, то же самое, к точкам, к площадям и так далее. То есть, мы получаем уже какую-то другую геометрию. Конечно, можно говорить, что, мол, вот геометрия, что там такие величины предельно малые, вот, ну, вот представьте, у нас трубочка планковской длины, то есть, планковского диаметра, и мы строим какой-то кубик диаметром, ну, две планковские величины. То есть, если мы перейдем, вот так, допустим, у нас трубка, то есть, линия шириной метр, а мы хотим кубик сделать двухметровый. То есть, это для, это нужна для, для этой теории нужна новая геометрия. А геометрия новая не создана, а идет, значит, вот геометрия используется какая-то неизвестная, а потом все дальнейшие изложения идут геометрией, которая, собственно говоря, эсклидовская геометрия, ну, весь математический аппарат, ну, тут, в общем, вот такое противоречие. Поэтому, значит, для того, чтобы создавать какую-то новую модель, то есть, необходимо решить, начинать с философских проблем. То есть, вот существует, сейчас мы пользуемся той философией, теми представлениями, которые заложили все древние древние. Вот. Они, значит, на данный момент она, вот мы ее черпали, черпали, ну, развивали и так далее, вот на данный момент мы ее практически исчерпали. Нужны какие-то новые понятия, представления. Вот. Здесь я вот в компактационной модели, я именно вот на уровне метрики так ввел, использую шесть измерений. Как они появились, это вот и проистекает из, так сказать, несколько измененных философских представлений. Они, конечно, базируются на тех, которые существуют, но несколько по-другому взгляд на них. Я о них хотел бы, наверное, для того, чтобы объяснить все это, надо, потребуется еще достаточно много времени. И для того, чтобы понимать, что это не какие-то выдумки, т.д. Вот я пришел к необходимости того, что нужно поговорить вот именно на эту тему, которую я сегодня и поднял. Вот примерно вот так все это выдумывается. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать в Казахстан Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан Добро пожаловать в Казахстан Субтитры создавал DimaTorzok